Друзья, всем привет! У нас вернулась зима, идет снег, а я решил съездить в магазин для того, чтобы купить деталек для изготовления простой и полезной... Магазин отменяется, но ненадолго. Будем модернизировать обувь. Для первого варианта понадобится клей и что-то сыпучее. Например, сода или песок. Капаем на выступающей части протектора клей и посыпаем сыпучкой. Повторяем несколько раз. Получаются шероховатые бугорки. Для второго варианта возьмем наждачную бумагу. Я взял вот такую круглую. Клеим на наждачку двусторонний скотч. Лишнее обрезаем и далее клеим на подошву. Далее идем тестировать. Друзья, по ощущениям меньше скользит наждачка. Но и с вариантом клея и соды тоже чувствуется, что есть толк. Получается, если хотите немного улучшить антискользящие свойства обуви, то подойдет вариант с клеем и содой. Вариант эстетически более пригоден, так как практически незаметно никаких внешних изменений. По мере стирания соды процедуру нанесения повторить и пользоваться дальше. Если стоит задача как можно меньше скользить и неважно как это будет выглядеть, то подойдет вариант с наждачкой. А теперь хочу попробовать изготовить вариант супер не скользящий. Для этого возьму фанеру и начерчу на ней контуры обуви. Далее вырезаю лобзиком. Теперь делаю разметку и насверливаю отверстие, которые потом зенкую. В эти отверстия вкручиваю саморезы. И с обратной стороны прибываю степлером шнур. Вот и все. Надевать очень просто. Ставим ногу и завязываем как на видео. Получается вариант очень не скользящий. По льду можно просто ходить как по асфальту и не думать, что вы можете поскользнуться. Подойдет только, если вы собираетесь долго ходить по льду и вам важно не упасть. Например, на зимней рыбалке. А какой вариант понравился вам? Пишите в комментах и ставьте лайк, если видео вам понравилось. Ну а я поехал в магазин за деталями для следующей самоделки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok